Юрий Стоянов и Илья Олейников в программе «Городок». 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 Медведь, упал сзади. Батька, так может это тоже чудо, божественное провидение? Не совсем. Это просто вот сзади меня стоял охотник. С настоящим. Ружьем. Девушка. Девушка. Девушка, мне пасаалуста бутылка мэнеральныя водитка. Вам с собой? Нет, нет. Лучше без вас. Педро. Наша жена дома, муж командировки. Ну, в общем, я купил приспособление американское такое, пояс верности, знаешь, вот так вот одевается. Что, есть такое? Да, нифига себе, как в средневековье. Ну да, я для нее купил. Ты даешь ее. Да. Сенечка, и там, значит, замочек и ключик, замочек. Ну, а что ты мне объяснил? Ну, я боюсь его потерять, понимаешь? Сеня, можно я его тебе оставлю, пока приеду? Да давай ради Бога. Семен, ну. Я? За кого ты меня бил? Сука. Сеня. Иди, как за каменной стеной. Ну, раздоравливай. Давай, тебе счастливо съездить. Да, Сенячка. Да. Благодаря. Давай, пока. Заходи. Игорь! 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 Ё-моё, ну ты даешь! Ты же не тот ключ оставил! Про рекламку что-нибудь будем говорить? Да ну не надо, оно все уже и так вот. Ага. Очень хорошо. Ага. Установка решеток, металлических дверей, надежная охрана. Все, что нужно для вашего офиса, у нас уже есть. Только для солидных клиентов. Приготовим-ка мы себе сегодня что-нибудь вкусненькое. В этом нам поможет наш американский дядюшка. Анкл Бенц. Неизменно превосходный результат. Слушай-ка, а что это сзади вот все время крутится? Ну а что я тебе, ну крутится и крутится, пускай крутится. Пускай крутится. Очень хорошо. Антоша, будь любезен, дай мне зажигалку. Пожалуйста, дорогая. По-моему, тебя что-то волнует в последнее время. Да, единственное, я очень нервна сегодня. Я надеюсь, ты помнишь, что завтра совершеннолетие нашего сына? Конечно, дорогая, я не знаю, Антон. Антон, милый. Меня безумно беспокоит его сексуальное воспитание. Ты имеешь в виду, очевидно, так и половое воспитание вкупе, в целом. Да, вкупе, в целом, все вместе. Антоша, позволь, мне кажется, ты перебил меня, Антон, прости, я не рвна. Антон, что бы я хотел? Ничего страшного, дорогая, ничего страшного. Хорошо, Антон. Просто очень-очень чувствую. Послушай меня, мне кажется, наступило время, когда вы должны... Зачем ты ударил меня, Антон, ты перебил меня? Прости. Мне кажется, наступило время, когда ты должен поговорить с ним, как мужчина с мужчиной, Антон. Мне кажется, послушай, ты знаешь, только без этой... Помоги мне, Антон, помоги. Без этой подзаборщины... Антон! Без этой ненормативной лексики, без этой гадости... Перестань меня христать по лицу, я этого не люблю. Прости, я не рвна. Ты имеешь в виду, скажи, что это подзаборщина, какую-то грязь в словах. Без этой ненормативной лексики, которая окружает нас. Ты должен о сексуальном воспитании поговорить с ним очень деликатно. Мальчик тонкий, чистый, ранимый. Безусловно. Начать с букашек, на примере таракашек, птичек, слоников. То есть с фауны. Ты перебил меня, Антон. Ничего. Прости. Фауна. И только потом слоники, зайчики. И только потом на отношении мужчины и женщины. Поговори с ним. Обязательно. Я требую этого как мать. Я пошел. Сынок. Да, папа. Я хочу с тобой серьезно поговорить. Давай, папа. Не перебивается. Прости, папа. Ничего страшного. Ты помнишь, мы с тобой ходили неделю назад в личный дом. К девкам. Ты помнишь, что мы там с ними делали? Так вот, то же самое, сынок. У Зучков. Таракашек, мухашек, слоников, зайчик. Ужас. 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 Ужас какой-то. Костябар. Чудовище. Не может быть. Нет, но вы посмотрите, что они там вытворяли. Глаза богини бедили. Ну, жилой. Ваши выводы, коллега. Всюду секс и насилие. Здравствуйте. В прямом эфире программа «200» и Илья Олейников. В наших городов пришла весна. Как нам сообщили из неофициальных источников, выдающаяся эстрадная российская певица не только вышла замуж за популярного певца, но и уматерила его. Сегодня в городке состоялась пресс-конференция известной оппозиционерки Маши Усалатовой. На вопрос, почему вы сегодня такая растрепанная и помятая, она ответила, что всю ночь была игрушкой в руках некоторых политических сил. Послушайте частное объявление. Фермер-холостяк с 30 гектарами плодородной земли желает познакомиться с женщиной, у которой есть трактор. Возможен законный брак. Фотографию трактора высылать по адресу 127-38-39-64 до востребования. А сейчас послушайте и посмотрите весенний репортаж нашего корреспондента Юрия Стоянова. Юрия Стоянова! В нашем городке никогда не было баночного пива. И вот первое отечественное баночное пиво поступило в продажу в магазины нашего городка. Пиво есть банка? Пиво! 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 Пиво в банке! Есть у вас? Да есть же есть это пиво! Успогодись, ради бога! Алло! Где продавец-то? Скажите, пожалуйста, извините, ради бога, здесь пиво продается? Да, здесь, вот, жду. Баночное? Да. А вы не за пивком, случайно? За пивком. Хорошее пиво-то? Да, хорошее пиво. А чем хорошее? Ну, нашего взял баночку и точно, б***, хватит. Хватит? Хватит. И в заключении о погоде. Буквально два слова. Погода фуфло. Про рекламу чего-нибудь будем говорить? Да ну, чего бы она уже и так все будет. Не надо? Не надо. Очень хорошо. Торжественное открытие первого в России публичного дома. Через несколько секунд будет перерезана алая ленточка и первый посетитель войдет в этот дом. Первый ваучерный во всем первый. Россия, Петроград, год 1919. Холодными мартовскими вечерами Владимир Ильич и Надежда Константиновна любили сесть за рояль и сыграть в четыре руки что-нибудь из Моцарта, Баха, Дебюси или Чайковского. Получалось отвратительно. Ленин и музыка, всемирная история, сберкасса номер два. Ну а сейчас, дорогие женщины, сядьте, пожалуйста, немножечко поближе к телевизору. Поближе, поближе, смелее. Ближе. Вот еще, чуть-чуть еще. Очень хорошо. 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 Зачем очки? Очки, зачем? А это когда больному зубки сверлишь, косточки отлетают, хрящики, зубки, чтобы в глаза врачу не попали. Ну что, Альберт, узнаете меня? А в 64-м году в Ухте в командировке были? Были. А девочку Олю, студентку мединститута, помните? Уху. Уху. Это что? Уху. Помните. Уху. Так вот, Альберт, мой сын все время спрашивает меня. Где папа? Оху. Где папа? Оху. Где папа? А-а-а-а-а-а-а! Еще раз пока!